Go задумывался как язык, который будет ускорять и упрощать разработку многопоточных распределенных приложений. Проще можно сказать, что Go задумывался для разработки веб-приложений, микросервисов и другого серверного ПО. Далее, идеи, которые я вам расскажу, и будут нацелены на закрытие навыков, которые необходимы при разработке серверного программного обеспечения. Славное IT? Славное погнали! Любое серверное ПО, скорее всего, будет как-то общаться с другими сервисами, и есть протокол, который позволяет вам делать это эффективно, быстро и независимо от языка, gRPC. Я предлагаю вам плотно изучить этот протокол и в качестве пэт-проекта разработать, например, обычный чат, но который будет использовать gRPC. Давайте разберем детально, что такое чат. Базовое это обмен сообщениями в реальном времени между двумя людьми. Для этого в gRPC существуют потоки или стримы, когда не нужно явно опрашивать сервер о новых сообщениях, они будут приходить в реальном времени. Поскольку в чате общаются люди, то у них может быть профиль, в котором вы узнаете имя человека, ник, информацию о себе, ну и там аватарку. Для таких разовых запросов в gRPC есть унарные вызовы, фактически это обычные GET-запросы. И вишенка на торте. Серверу нужно как-то отличать, кто именно запрашивает профиль или отправляет сообщения. Для этого в gRPC есть возможность передавать метаданные, в которые вы можете поместить для начала хоть незашифрованную айдишку того, кто сейчас отправляет сообщения. Поверьте, для начала этого будет достаточно. А захотите большего, тогда помещайте в метаданные JWT-токен, о котором я подробно рассказывал вот в этом вот видео. Надеюсь, я туда тыкнул. Вместе с gRPC вы неизбежно изучите протокол Buffers или Protobuf. Это тот самый бинарный формат данных, который лежит в основе. У него есть свой синтаксис для описания схемы, которую вы создаете заранее и которую в дальнейшем можете расширять. Захотели добавить вложения? Без проблем добавляйте все нужное в структуру сообщения и перегенерируйте код уже на Go или на любом другом языке. Захотели написать клиент для андроида? Берете свои продобав-файлы, указываете в качестве выходного языка Java или Kotlin и вот все ваши структуры уже на языке вашего приложения. А если вы не хотите разрабатывать именно чат, то вот вам другие варианты. Например, мультиплеерный Flappy Bird. Можете соревноваться с друзьями. Кон сайта миллион чекбоксов, когда каждый зашедший может включить или выключить чекбоксы. Это увидят все остальные посетители. А для любителей умных домов, соберите свое приложение для управления компьютером, в котором вы в реальном времени будете получать информацию об открытых программах, расходе процессора и другие показатели. Двигаемся дальше к более комплексным идеям. Огромная область, в которой Go очень популярен, это веб. Я могу предложить вам разработать, скажем, свой Twitter или X здорового человека. Можете начать с единственной функции, возможности писать анонимно сообщения на общей стене. Здесь вам понадобится взаимодействовать с базой данных и можете взять, например, классику жанра, библиотеку Горы М. Думаете, дальше я скажу про авторизацию и регистрацию? Не угадали, с ними как раз ничего сложного нет, а вот интересно будет сделать другое. Как насчет функции обновления стены в реальном времени? Кто-то написал сообщение и другой человек без перезагрузки страницы это видит. Для реализации этого есть самые разные пути, но наиболее совместимые и популярные это WebSocket. Это протокол обмена сообщениями в реальном времени и самая популярная библиотека для этого в Go – Gorilla WebSocket. Кстати, ссылки на все библиотеки и технологии вы найдете в телеграм-канале, подписывайтесь. Далее вы можете проверить свою архитектуру на расширяемость. Скажем, хочется оставлять не только текст, но и прикреплять опрос, который будет обсчитываться и храниться отдельно. Ну и определенно захочется прикреплять картинки, куда ж без них. Не хотите свой твиттер? Окей, вот вам другие варианты. Библиотека книг, сериалов, генератор форм для опросов, библиотека отзывов, ну или допустим минималистичная визитница. Повышаем планку сложности, но не пугайтесь, всегда задачу можно упростить и срезать лишнее. При разработке продукта у вас всегда будут появляться данные, которые нужно как-то хранить. И вы, как разработчик, должны знать разные структуры данных и чем они отличаются. Можете начать с простейшего кэша на хэш-таблицах или мапах. Для протокола можно взять тот же gRPC, он может стать оверхедом только на уж совсем больших объемах данных. Соберете прототип, протестируете и скорее всего очень скоро захотите добавить персистентности. И понадобится спроектировать функцию выгрузки сохраненных данных на диск. Или вот, скажем, что если вы вообще не хотите хранить данные в оперативке? Тогда от хэш-таблиц можно нырять к LSM-деревьям, ну и в целом графам и алгоритмам поиска данных в них. Совсем скоро вы захотите расширить типы данных для значений, и у вас могут появиться, например, массивы, которые придется как-то упаковать в выбранном способе хранения. А что насчет удаления? Оказывается, операция удаления сложнее, чем кажется. Однажды выделенный участок памяти или ветка в LSM-дереве не получится просто убрать. То же дерево надо перестроить и пересортировать, иначе оно будет занимать столько же места, сколько было до удаления. В общем, тут вам будет над чем подумать. Ведь каждая малюсенькая и простейшая идея может таить себе бесконечное количество подковырок и хитростей, поэтому никогда не отвергайте то, что кажется примитивным. Самое главное сейчас, пока вы новичок, начать и писать, 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 а все остальное придет с опытом. Если решили заниматься Гошкой, то упритесь и не сходите с пути хотя бы полгода, а дальше уж посмотрите, нравится вам или нет. Огромное спасибо вам за просмотр, спасибо подписчикам на Бусти за поддержку, бесконечной энергии вам и удачи!